Откровенно говоря, мы когда увидели эту новость, то нас это сильно разозлило. Это похоже на какое-то моральное или душевное сбочение что ли. Сбочение это литературное слово, поэтому не ругайтесь. Уже сколько раз, Швеция отказывала даже продать Украине свои на самом деле очень хорошие многофункциональные самолеты Subjaz 39 Gripen. Типа нет лишних самолетов у Швеции для Украины бы нам нужно защищать свое небо пока нас не примут в НАТО. Хотя как мы рассказывали в наших прошлых роликах у ВВС Швеции есть 15 бортов на хранение которые они не используют. И такую позицию вроде бы как и можно было бы понять если не учитывать эти 15 бортов но есть одно но. А именно, на Медне стало известно что шведская оборонная компания СААП объявила о намерении продать Индии истребители Gripen-E в рамках авиационного тендера. Об этом сообщила пресс-служба компании в своих соцсетях. Компания заявила о намерении принять участие в предстоящем тендере на закупку 114 средних многоцелевых истребителей для ВВС Индии. Новые самолеты должны компенсировать растущие сокращения боеспособных эскадриль в ВВС Индии за постепенного вывода из эксплуатации самолетов предыдущих поколений за последние годы. Согласно заявлению Министерства обороны Индии, на сегодняшний день военно-воздушные силы страны нуждаются в 42-х истребительных эскадрильях по 16-18 самолетов. Каждая радостно сообщает о ней. Так чтоб коротко, то ожидается что исполнитель поставит Индии 18 готовых самолетов, а также построит на совместном производстве еще 96 единиц. Что естественно, нас лично от этой новости друзья покоробило. Мало того, что после заявлений шведского премьера о том, что самолетов даже на продажу для Украины нет, а их есть на хранении 15 и на заводах СААП-18, так еще и получается что шведское правительство одобрило участие компании СААП в этом тендере. Типа, Украина мы бы очень-очень-очень хотели передать тебе свои самолеты и клянемся в дружбе, поддержке и вечной любви, но не можем. А в то же время за спиной одобряется участие СААБа в индийском тендере, где оказывается что есть целых в общей сложности 33 готовых самолета на 2,5 эскадрильи. Выглядит это как-то некрасиво, не правда ли? Так чтоб было понятнее, то если даже случится чудо и шведы решат дать или продать нам пару десятков этих самолетов, то Украина будет в очереди после Индии. И на реальную физическую поставку гриппенов Украине уйдут годы. В общем как мы теперь иногда говорим, славные потомки викингов шведы ныне уже не те. Король Швеции Карл VII союзник Гетман Ивана Мазепы, точно бы не одобрил такого нехорошего поведения своих потомков. Поэтому друзья, подписываемся на этот и на наш новый резервный канал где нас уже больше двух тысяч. И куда если ничего не изменится мы планируем через пару месяцев перенести наше незаурядное творчество. Мы напомним этому каналу шось пороблено в плане просмотров и минус 200-300 подписчиков каждый месяц. Наверное, ктось приложил к этому свои потные ручонки. Нас просто не видят почти все 130 тысяч наших подписчиков о чем те нам постоянно пишут. Типа куда вы пропали на год. А также помогаем каналу по ссылкам под видео финансово шоп мы вообще не загнулись. Доллар 2 опять кто сколько может. Ну и естественно ставим на двух каналах палец вверх, подписку и колокол. И будет вам как мы очень любим говорить плюсок в карму и огромные зачатища. Субтитры сделал DimaTorzok